День всё светлее, короче тень, Не угомонен звон синицы, И вот настал весенний день, Когда все женщины царицы. В библиотеке посёлка Развилка поэтические чтения не редкость, однако приуроченные к Международному женскому дню прошли впервые. В программе вечера 10 выступающих, в основном члены литературного объединения «Рифма плюс», которое появилось более двух лет назад, и клуба «Нам года не беда». Концерт проводился в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». С образованием литературного объединения всё чаще и чаще мы проводим всё-таки такие вот поэтические вечера, творческие встречи, мероприятия, направленные на чтение, на самореализацию поэтов и на популяризацию всё-таки творчества жителей посёлка Развилка. «Благословите женщину» – именно такое название носил поэтический вечер. Мужчины с радостью представили свои произведения, посвящённые представительницам прекрасного пола. Иосиф Гринберг со сцены прочитал свои стихотворения. Правда, той, кому они были посвящены, в зале не оказалось. Но поэт верит, она ещё услышит эти строчки. Сегодня нам, как мне сказали, разрешают такие вещи делать, как читать свои стихи, и не обязательно свои. То я взял два стихотворения и её. Потом я ей скажу, и ей будет приятно. Несмотря на то, что вечер был поэтическим, член Союза писателей России Юрий Егоров прочитал для присутствующих свою весеннюю сказку «Девочка и разведчик». Творчество писателя не только любят в объединении «Рифма плюс», но и признают на литературных конкурсах. Здесь у нас свой милый литературный круг «Рифма плюс». И очень хороший кружок собрала Людмила Викторовна Прусакова. И нам всем друг с другом интересно здесь встречаться в библиотеке. Здесь очень уютно. Вот нас здесь любят. Конечно, стихотворение собственного сочинения о весне и любви читали и женщины. Дарите женщинам цветы, дарите женщинам улыбку, дарите женщинам мечты, дарите женщинам надежду. В ответ одарят вас теплом таким, что дух захватит от волнения. Вы ощутите всем нутром любви прекрасные мгновения. Ирина Пентелина начала писать стихи после 50-ти, когда накопился определенный жизненный опыт. Сегодня ее произведение можно найти в сборниках «На развилке поют соловьи» и «Из развилки с любовью». Обе книги есть в библиотеке поселка. На поэтических чтениях Ирина Борисовна выступила со стихами о любви и женщине. Весна хочется радости, не хочется о грусти, хочется немножко легкости, несмотря на погодные условия. Хочется, чтобы была улыбка на лице людей. Председатель Совета ветеранов Юрий Богомолов поздравил присутствующих с очередной творческой встречей, а его внучка прочитала стихотворение, услышав которое женщины не смогли сдержать улыбок. В доме наведут уют, платье новое сошьет, приласкают, обогреют, руки мамы все умеют. Как известно, поэзия, выражения, чувства, эмоции в начале весны все стихи посвящены женщинам.